В жилмассиве напротив парка имени Гагарина неизвестный курильщик сделал погорельцами владельцев двух квартир в многоэтажном доме. Пламя появилось на балконе шестого этажа и, раздуваемое сильным ветром, начало свое шествие по горизонтали. Огонь очень быстро перекинулся на смежную лоджию и одновременно пошел вглубь жилья. Бороться с пламенем жильцы не могли. Им оставалось только уносить ноги. Тем же самым занимались и их соседи. Дым начал заполнять подъезд. Я услышала запах, знаете, как шины горят, когда подрывают эту резину. Вот такой запах ощутила. А потом услышала, как стали стучать в дверь и говорить, что пожар. Мы выглянули на площадку, там уже все в дыму. Ну вот собрали вещи и бегом на улицу. Женщина, живущая на пятом этаже под погорельцами, объяснила, что семья в подъезде на хорошем счету. В квартире проживают пожилой мужчина и семья его сына. Там семья живет. Муж с женой и трое детей. Ну вот хозяин здесь стоит. Да, все, вполне благополучная семья. Пока пожарные заливали пламя с лестницей и проверяли, нет ли пострадавших в соседней квартире, погорельцы обсуждали возможную причину ЧП. По словам главы семьи, у них никто не курит. Горючих материалов или чего-то легковоспламеняющегося на балконе не хранилось. Не было там и электроприборов, которые могли бы спровоцировать возгорание. Мужчина был уверен, что причиной пожара могло быть только что-то, попавшее извне. Например, окурок, брошенный кем-то сверху и занесенный порывом ветра на их балкон. От огня сильно пострадал зал, остальные помещения испорчены копотью и водой. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По данным пожарных, при ЧП никто не пострадал. С места происшествия Анна Морозова и Андрей Алферов. Продолжение следует...